Вместо солнечных ванн минеральные. В Беларуси растет спрос на путевки в санатории. Есть у нас очень такое предложение хорошее, это тур выходного дня. Во сколько обойдется здоровый отдых. Застилает глаза, а на перекрестке Ржаникидзе и Гоголя произошла авария. Выбирать скорость необходимо исходя из состояния проезжей части и видимости в направлении движения. Где еще пришлось перекрыть дорогу. Мгновенный демонтаж в городе сносят ветхие здания. Просьба открыть окна в своих жилых помещениях. Есть ли повод для паники. А также кадровый день, продовольственная безопасность и дождливые будни. На вторник объявлен оранжевый уровень опасности. Ждать ли тепла. Первое поручение создать перспективное предприятие. Президент провел кадровый день. В списке согласований 26 фамилий и рокировки коснулись министерств, банковской сферы и местной вертикали. Новым председателем Бобруйского горысполкома назначен Игорь Кисель. Ранее он занимал должность первого заместителя. Александр Студнев займет кресло председателя Могилевского горысполкома. Во время общения с руководителями Александр Лукашенко затронул тему импортозамещения, уборочную наполнение стоп-фондов. Не обошлось и без поручений. Единственное, за что будет жесткий спрос и где вам надо напрягаться, это тот один проект в районе, который вы должны осуществить. Председатель райисполкома. В каждом районе вы должны создать новое предприятие, новый объект. Примерно до 100 человек рабочих мест. Перспективное, хорошее предприятие, продукцию которого мы сможем продать на внешних рынках. Прежде всего. Ну не только на внешних, но и на внутренних. Вот за это, Игорь Петрович, у вас на контроле правительство должно подключиться. Не дай бог будет провален этот проект. В будущем году посмотрим на председателя райисполкома, какие проекты под вашим контролем они реализовали. Это даже не обсуждается. Министром промышленности назначен Александр Рогожник, бывший руководитель Минского моторного завода. Президент подчеркнул, если в этой сфере белорусы опередят конкурентов, страна займет огромную нишу. Аварийный километр в Бобруйске пострадал пассажир. В субботу около 6.30 на перекрестке Гоголя и Орджоникидзе 40-летний водитель Рено не уступил дорогу Форду, который двигался по главной. От удара француз чуть не вылетел на тротуар, его остановил фонарный столб. В авто было установлено газобаллонное оборудование. На помощь прибыли сотрудники МЧС и газовой службы. Пассажир Логана с многочисленными травмами госпитализирован. В связи с дождливой погодой и туманами водителям необходимо быть особенно внимательными и осторожными. На мокрой дороге степление колес с покрытием воскревает, в связи с чем значительно увеличивается тормозной и остановочный путь. Дорога, покрытая опавшей листвой, становится еще более скользкой. Первое и самое важное правило в условиях плохой погоды и ограниченной видимости – это соблюдение безопасного скоростного режима и дистанции. Уже в воскресенье на третьем километре автодороги Могилев-Бобруйск форт не справился с управлением и машину вынесло навстречку. В результате пассажирка дачи скончалась на месте. Ремнем безопасности она пристегнута не была. Специалистам пришлось на несколько часов перекрыть аварийный участок дороги. Выгодное сотрудничество, экспортные показатели и теплая зима – энергосистема страны полностью готова к осенне-зимнему периоду. Насколько увеличилась поставка топлива населению? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь увеличила экспорт продовольствия на 25%. За 8 месяцев показатель превысил отметку в 5 миллиардов долларов, а к концу года может приблизиться к рекордным 8. В стране ожидается богатый урожай – более 11 миллионов тонн зерна. Это позволит обеспечить выполнение поставок госзаказа и потребности государства. Министерство транспорта Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве. Наши грузы будут доставляться транзитом через порты и наземную инфраструктуру страны-соседки. Это позволит сохранить объемы экспорта отечественных товаров, открыть новые рынки и создать альтернативные маршруты. Планируется, что в 2022-м через морские терминалы пройдет 3 миллиона тонн нефтепродукта. В этом году в стране добыли в полтора раза больше торфа, чем в прошлом – порядка 2 миллионов 400 тонн. Произведено более 600 тысяч тонн торфа-брикета, который может использоваться в том числе и для отопления. Поставки топлива населению увеличены на 8%. Белорусская энергетическая система полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Госфонд объявил конкурс на получение льготного займа для индивидуальных предпринимателей и малых организаций. В приоритете проекты по импортозамещению, энергосбережению и внедрению новых технологий. Деньги готовы выделить на строительство или покупку зданий, ремонт, приобретение оборудования и техники. Сумма господдержки может достигать 256 тысяч рублей. Заявки принимают до 15 октября. В стране на вторник объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей. Прогнозируют сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. В утренние часы ожидается туман. Температура воздуха ночью опустится до плюс 3. Днем не поднимется выше 12 тепла. Погода наладится к четвергу. Осадки прекратятся, а воздух прогреется до 15 выше нуля. Без паники. В Бобруйске сносят ветхие здания. Речь идет о постройках, расположенных на Новошоссейной 25. Первый этап работ провели в понедельник. Оцепили территорию и методом подрыва очистили часть местности. На вторник запланирован второй. Он пройдет в период с 12 до часу и с 16 до 17. Жители прилегающих улиц, это улица Железнодорожная, улица Новошоссейная, улица Интернациональная, прилегающие к железнодорожному вокзалу, просьба открыть окна в своих жилых помещениях с целью предотвращения разбития окон. Работы проводятся в рамках комплекса мер по наведению порядка в городе. Специалисты отмечают метод подрыва – один из самых эффективных способов сноса аварийных и заброшенных зданий. Паспорт, сумка и список процедур. В Беларуси растет спрос на санаторно-курортное лечение. Заполняемость в межсезонье – 90%. Только в Шиннике с начала года отдохнули больше 3000 человек. В топе услуг – спелеотерапия и лимфодренажный массаж. Путевку на двоих оформила Ольга Васенда. Чтобы плодотворно работать, нужно хорошо отдыхать. И особенно осенью – в сезон гриппа и ОРВИ. В этот период здравницы Беларуси заполнены на 90%. Небывалые спросы на путевки в Шинник. В топе услуг – внутривенный лазер, спелеотерапия и лимфодренажный массаж. Все чаще оздоровительный комплекс посещают молодые семьи с детьми. Если раньше возрастная категория начиналась от 50, то сейчас заметно снизилась до 35. Устроить отдых близким поможет подарочный сертификат. Например, всего на 50 рублей. Здесь можно погреться в сауне, поплавать в бассейне с минеральной водой и гидромассажем. Плюс спеть в караоке. И все это на двоих. В прошлом году здесь открылся кабинет офтальмолога. За это время врача посетили больше тысячи человек. Здесь не только консультируют отдыхающих, но и проводят реабилитацию пациентов с близорукостью, дальнозоркостью, глоукомой, а также после операций на глазном яблоке. Принимают даже новорожденных. Стоимость консультации зависит от объема обследования. У нас в кабинете достаточно много современного оборудования, которое позволяет провести полный осмотр и выставить диагноз. Здесь же мы подбираем индивидуальную программу реабилитации, если она необходима. Назначаем лечение, расписываем курс лечения, если это необходимо. В зависимости от патологии, с которой обращается к нам пациент. Всего в здравнице свыше трехсот услуг. Обширная лечебная и диагностическая база, косметические, стоматологические и массажные кабинеты. Просаивать им некогда. Только за восемь месяцев в санатории посетили три тысячи человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. Есть у нас очень такое предложение хорошее. Это тур выходного дня. Он позволяет отдохнуть на три дня. Туда входит уже включен перечень процедур, рассчитанных на три дня. Но нет привязки, что это конкретно должны быть выходные. Шинник, как и здравницы по всей стране, особенно популярен у иностранцев. За полгода в белорусских санаториях побывали больше 70 тысяч человек. Выручка от экспорта услуг превысила 82 миллиона рублей. Много туристов из Израиля, Германии и Китая. А благодаря безвизу растет спрос и среди гостей из Литвы и Латвии. И все же первыми путевки разбирают россияне. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. С чистого холста изо-студия «Радуга» объявила набор. Здесь ребята изучают основы рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. Ученики представляют свои работы на конкурсах, выставках и культурных проектах. Рисуют как карандашом, так и акварелью. Занимаются художники от 6 до 18. Всего формируют пять групп в две смены. Пробный урок бесплатный. Мы гордимся, что наша выпускница возглавляет наш Бобруйский театр Дунина Марцинкевича Винель Вероника Александровна. Где сейчас у нас, можно сказать, постоянная выставочная площадка. И мы сменяем выставку за выставкой. И когда проходят спектакли, люди могут не только посмотреть спектакль, но и полюбоваться творениями, работами юных художников. Большой акцент в ИЗО-студии делают на темы семьи, малой родины и Великой Отечественной. Узнать стоимость и записаться на первое занятие можно по телефону 70 83 19, либо по адресу Октябрьская 119 А. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!